МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новинный регион. У студии Катярина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуске. Глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обязательно удивить. Тыдень застоется до свято-жнева, до жинки-2017 у Клишове. Сейчас мы выезжаем на городок. У Говядской школы Шкловского района пошла працавать секция по мотокроссе. Псалтыры и навод статус Великого князства Литовского. Коллекция стародруков на Могилёвшине. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровый день. Керовник Державы призначил Дяниса Дука, ректором Могилёвского Державного Университета. Имя Аркадия Куляшова. И Максима Киркора, ректором Могилёвского Державного Университета Харчаванья. Клишов набыл святочный лоск. До областного свято хлебороба у Дожинки-2017 тут провели масштабные работы по ремонте будинка, дорог и месту от Пашинку. Засродки, выдаткованные на доброе упорядкование города. У Кличеве провели капитальный ремонт 18 жилых домов. Еще у 13-ти сделали косметичный. Отремонтовали центр детской творчести, колеч, дом культуры, школу мастатства, библиотеку и ветеринарную станцию. До того, что у парадок проведены дороги райцентра и тротуары. Добро упорядкованный парк от Пашинку. На свято Кличев планует удивить гостей не только своим одновленным выглядом, а и разностайной культурной программой. Чем будет удивлять Кличев? Своим гостеприимством. Это будет большая концертная программа. Это будет работа торговли, детских площадок, интерактивных площадок. Мы позаботимся, чтобы те, кто приедет на этот праздник, чувствовали себя комфортно и провели время использовать для себя. У субботу 30 вересня жихары в области смогут традиционно звернуться с питаниями до представников ОЛАДИ. Прямые телефонные линии пройдуть в Могилеве, Бабруйску, а так само во всех райвыконкамах Могилевшины с 9 до 12 годин. Например, в Могилевском облаконкаме у ГТРАС вы можете задать свои вопросы по разведке промысловости, палеоноэнергетическом комплексе и его эффективности. Звернуть увагу у ЛАДИ до вопроса у конкурента с должности промысловой продукции, а так само до новой, технической и инновационной деятельности. Ваши телефоны ванне будет принимать на местных старшине облаконкам Дмитрий Харитончик. Номер телефона в Могилеве 50 1869. У той же часу у Могилевским Гарвыконкаме разобраться с вашими зворотами, да поможем на местных старшине Александр Потемкин. Телефонуйте 42 21 02. А у Бабруйску старшине городского совета депутата у Михаилу Жулудову откажена ваша питанье по номеру 76 21 41. Поставленные задачи у сумесных стратегичных вучениях «Захад-2017» выконали навыдатно. Такой отзнак удало командование управления инженерных войск Беларуси у делу военнослужащих 188-й инженерной бригады Штаупашкова. У делу вучениях брали военнослужащие усіх категорий, те, что прослужили год, полтора, а и на ВТЭ, кто прибыл на службу недавно, усяго каля 50 человек. Принимали участие военнослужащие батальонного оборудования пункта управления. В первую очередь необходимо было отрыть укрытие для специальной техники, замаскировать ее и создать условия для выполнения задач пунктом управления. Военнослужащие показали высокие умения и навыки, которые были приобретены в течение учебного года. Это было показано индивидуально, подготовка каждого служащия. А также были отработаны вопросы слаженности всего подразделения. У сумесных вучениях задейничали и нашу технику. Я ее у справе, до речи, можно будет увидеть в субботу. Гэтыми днями 188-я инженерная бригада святкуя 75-й годзе с дня утварения. С этой на годы 30-го вересня у воинской части, что у Пашкова под Могилевым, зладят день открытых дверей. Тут заплановали масштабное показальное выступление и концертную программу. Вороты у воинскую часть сбоку Казимировки будут открыты с 10.30 до 14.00. Усих текавных запрашают. У Быховским районе Мерседес насмерть сбил пешахода. По информации Держаутой инспекции, ДТЗ отбылось около 10.00 вечера. 65-годовый мясовый жихар ишел по проездной часы. По словам инспектора, у него отсутничали светлоотбивальные элементы. От отриманных травм мужчина помер на мессы. Все лето в области отбылось 41 дорожно-транспортное здаренье з удделом пешаходов, на день яких у темный час не было фликеров. 7 человек загинули, 36 отримали травмы. И по статистике, пешаходы, велосипедисты и вошеки гужевого транспорта з'являются наибольшь уразливыми удельниками дорожного руху. Менавито с их удделом с початку года в области отбылось больше за 100 аварий. И половых этих ДТЗ сдарилась по вине самих пешаходов и велосипедистов. Еще раз нагадать про правилы на дороге и необходность светлоотбивальных элементов призваны один и день безпеки дорожного руху. И он пройдет 29 вересня. У гэтый день на Могилевшине заплановано шмат акций, викторин, лекций и тематичных показов. Держаутоинспекторы наведывают школы и детячие садки, как я еще раз нагадать про правилы дорожного руху, особливо у темный час. Не редко в осенью дорослые вертаются с працы, а дети со школы, когда на улице уже темно. У таких умовах водители просто не бачат человека на проездной часы. По словах Держаутоинспектора, человек становится башеном прикладно за 25-30 метров. А гэту одлеглость, приходкость 90 км за годину, машина проезжает за одну секунду, что мало для свойчасового реагования. Тому по правилах пешаходы велосипеды повинны быть обозначены светлоотбивальными элементами. За порушение есть отказность до трех базовых величин. В Гавятской школе Шкловского района начала працевать секция по мотокроссе. Шесть новых мотоциклов в научальной установе подарило мясовое сельгазпредприемство Гавяды Агра. Теперь школьники будут выучать принципы работы руховика, правила дорожного руху и учиться к кированию. Все это потребуется в дорослом жизни. Тем более, что многие, как показывает практика, приходят працевать в мясовую господарку. Секция по мотокроссе только начала працевать, а некоторые хлопцы отшивают себе больше мупынина. Тяга до мотоцикла для подлетков справа сразумелая, особенно, когда есть у кого учиться. Одиннадцатиклассника Паула Федорышкина сядет за рулем лучше у батька. Если, допустим, какие-то проблемы не заводятся, примерно уже могу понять, что это либо напряжения нет, либо что-то с бензином, уже есть какое-то понятие. Через год я уже выпускаюсь и хочу пойти в то место, где будет что-то связанное с техникой, ну и желательно было бы, конечно, здесь остаться работать. У школьном мотопарку шесть новеньких Минсков. Як раз хопить, как створить команду по мотоболе. Есть и такие планы. В учебный процесс у школы наладжены таким чином, как притягнуть в учнях до спорта и выкликать по вагу до працы. В Усьгету при Гажой створили гавядские школьники сами. Яниш вырошивают Гароднину, а Гароту школы на целый гектар. У нас еще дети в школьное время занимаются волейбол, вязание, трудовое обучение. Очень честно, мы сотрудничаем с хозяйством на период работы, убираем камни с полей. Дети помогают на уборке зернотыка. Узамен сельгазпредприемство «Гавяды Агра» допомагает материально. Все лето выдаткывало школе 17 тысяч рублей. А кроме покупки мотоциклов, гроши пошли на то, как поменьше для вушнего кошт харчевания и подрактоваться до нового научного года. Так бы мовить инвестиции в будущее. Хозяйство заинтересовано, чтобы они были технически грамотные, молодежь. У нас есть те, которые школу закончили, позакончили технику, институты, вернулись обратно в свои родные края. Есть у нас и механизаторы, которые училище позакончили. А последним часом молодець практически не уезжает за грагородка «Гавяды». Это и есть выник суместных намаганий у школы и сельгазпредприемства. Тут выпускникам допомагают сделать правильный выбор будущей профессии. Алис Рыбалка. Новины региона. Редкие выдания с фондов Национальной библиотеки, а так само один и в Беларуси высший законодавчий акт Великого князства Литовского. Выстава «Стародрука», у яка до этого была представлена у столицы, зараз экспонуется у Музея истории Могилёва. Гэта саправдная падея у культурным житти у сёй Беларуси промеркована 500 годзю беларускага книга-друкованья. Падрабязнася у наступном материале. «Нация книг», статут ВКЛ 1588 года «Стародруки». Організаторы выставы «Невыпадково» обрали мінавіта такую назву для гэтый значной падею у культурным житті Беларуси. Назва «Невыпадково», потому что я лечу и лечу, что беларусы – это нация книг, якие с продвеку писали книги, переписывали, друковали, передруковывали. И самое главное, напомню, читали гэты книги. И на сегодняшний день, может быть, это одна из самых считающих наций в мире. На выставе у Могилёвы представлены экспонаты музея истории города, Музей истории беларусской литературы, а так само есть книги с Фонду национальной библиотеки Беларуси. Сердцем гэты экспозиции безумовно заявляется статут ВКЛ 1588 года. Нагадаем, что ИОН вернулся на территорию Беларуси пять год тому. Гэты вертанье стало мягчимым, дякуючи популярному зараз краудфандингу. Гэта, так бы мовит, народно-громадское финансывание. По словах директора Музея истории Могилёва, грошовые переводы для набыття выдания поступали навыд из інших краин. А крымя статут ВКЛ на выставе и іншые, не меньш цікавые экспонаты Музея истории Могилёва. Мы дали практически все самые каштованные экспонаты. Гэта статут ВКЛ, гэта книга Казимира Семеновича «Великое мастерство артиллерии», так само купленная за кошт громадзкости. Гэта книга Дзеоптра альбо Зерцала Могилёвской друкарни, так само часовники и псалтыры Могилёвской друкарни 18-го стагодзя. Адметность гэта выставы у тым, что некоторые книги присутствуют у Могилёвью першыню. Гэта книга надругована у Могилёвской рымокатолицкой консисторской друкарнию в 18-м стагодзі. Яны с фонду Национальной библиотеки Беларуси. На протягу наступного месяца уже хоро Могилёвые гостей областного центра есть махчимость убачить документы розного часу и докрануться до великой истории своей краины. Наталья Юдакимова, Миколай Соболев, Новины региона. А экспонаты часу Кастрышницкой революции экспозиция 1917-й год погляд простагодзя ладзится областным краезнавчим музеем. Яе примирковали до юбилею Кастрышницкой революции. Оригинальные документы, периодичные выданни, мемориальные речи у дельников Кастрышницкой революции, грамадянской войны. У фонд областного краезнавчого музея яны трапляли у розной часы из розных крыниц. Одны передал Московский музей революции, иншие – коллекционеры и удельники тэхпадей. Многие документы показаны публице у Першинюни, которые и у Вогули у свой час были заборонены до демонстрации. Нашла копию документа, донесение высшей военной советы о разложении Могилевского революционного полка. На обороте этого документа карандашом было написано. В экспозицию, наверное, не пойдет. Некоторые речи належат минавито нашим землякам революционной малюнки Марка Житницкого, тельняшка матроса Ауроруца Василя Дударова у дельника штурму зимового палаца, галифе у дельника грамадянской войны Максима Ландарского. Есть на выставе и особливый экземпляр, так бы мовить, экспонат про Казанья. Вот этот плакат был надрукован в 20-х годах, и уже тогда революционеры быцем ведали, про их будут памятать и про Стагодзя. Организаторы пропоновали паглядеть на паде этих часов и их выники под розными вуглами. За одного боку, празлозунги на выставе демонструють идеалы и досягнение социалистичной эпохи. Им у противагу цитаты червоным по белому, небы крывёй про тое, якая цена боротьбы за идеи. А крымя революционной тематики, на выставе представлены экспонаты военного и пасля военного часу. Это уникальное пионерское знамя 30-х годов 20-го века, которое принадлежало воспитанникам пустынского детского дома. И это знамя воспитанники спасли во время Великой Отечественной войны. А потом, когда воины-освободители пришли в Мстиславский район, они с этим знаменем вышли и встретили освободителей. Организаторы мяркують, дорослые смогут узгадать свое дятинство, а молодь познайомиться с идеалами и досягнениеми тех часов. Выстава ладится до 12-го листопада. Алена Соловьева, Александр Тарасов, Новины Региона. На Могилёшине проживають больше за 276 тысяч человек, яке старейшая запраца с дольный взрост. З их коля 18 тысяч одинокие. Такую статистику огучили у Аблвыконками, нагадаем першых кастрышников в Беларуси день со старелого человека. У в области с этой нагоды запланована великая колькость мероприемства. У приватности у Могилёве люди, яке мают пенсийные посвечения, смогут бесплатно наведать некоторые сеансы у кинотеатрах «Космос», «Чароная зорка», «Ветра», «Серадзима». А больше за 25 цырульням областного центра першого кастрышника будут льготно обслуговывать людей шанованного взросту. Так само в области будут организованы кермаши с продукцией паценных вытворцев. По информации областного комитета по праце, занятости и социальной обороне населенства, на Могилёвшине проживают 50 догожих ароу, яким спомнилось 100 и больше годов. Наши новины доступны и на нашем сайте tvrmogilio.by. А я на этом с вами развитываюсь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok